Казахстанских производителей табака и лекарственных препаратов обяжут маркировать товары. Новшество начнет работать с этого года, пока в пилотном режиме. Маркировать продукцию необходимо для того, чтобы сократить долю серого рынка, а также предоставить потребителям стопроцентную информацию о том, что они покупают. Это свой род такой знак, считывая который, можно получить полную картинку об этом товаре, начиная от того, где он был произведен, кем был произведен. Опыт обязательного маркирования у Казахстана уже есть. Эту процедуру прошли меховые изделия. Как результат, за 9 месяцев рост поступивших таможенных пошлин и налогов по импорту вырос на 70%. К каждой стороне и каждой фирме присваиваются определенные цифры, которые заносятся в реестр GS1. Там можно проверить, действительно ли эта фирма существует, в какой стране она находится. Крупным предприятиям это обойдется в сумму от 10 до 60 миллионов тенге. Эти деньги будут направлены на покупку и встраивание специального оборудования в производственную систему. А малый и средний бизнес, скорее всего, будет обходиться помощью центров этикетирования. Маркировку продукции мы заказываем в типографии. Для нас в типографии производят. Мы задаем заранее моменты, требования, какие должны быть. Перемены диктуются рыночными требованиями. Чтобы быть конкурентоспособными среди зарубежных потребителей, маркировка необходима, объясняют в профильном министерстве. Плюс ко всему рынок становится более прозрачным. Маркировка позволяет отслеживать маршрут произведенного товара. Какой экономический эффект ожидать от нанесенных маркировок, как к вводимому требованию относятся сами производители? И что о выпущенной продукции потребителям говорит штрих-код? Обо всем этом в новом выпуске программы «Промышленность». Первопроходцами в обязательной маркировке товаров стали бизнесмены, занимающиеся продажей меховых изделий. Импортируя шубы из третьих стран, они наносили информацию о том, откуда был завезен товар, из чего он выполнен. В общем, всю ту информацию, которая указана и в декларации, не обошло стороной новшества и этот магазин ценного меха. Вот электронный киск, нужно ее проверить. Маркировать товар они начали два года назад. Сначала в рамках пилотного проекта, затем уже по требованию закона. Почти все изделия сюда поступают из Греции, Италии, Германии. Преимущество маркировки – это, в первую очередь, защита прав потребителя от покупки некачественного товара и возможности для честной конкуренции. С помощью контрольно-идентификационного знака, сокращенно КИЗЭ, можно узнать не только характеристику продукта, но и его перемещение. Это позволяет сохранить товар, не допустить его продажи на сером рынке. Так, по данным Министерства национальной экономики, после ввода обязательной маркировки меховых изделий, количество импортеров, оформивших декларацию на товары, увеличилось на 23%, с 63 до 78. Следовательно, возросли и суммы налоговых поступлений со 170 миллионов тенге до 283. А рост внутренних налогов по данной деятельности увеличился в полтора раза до 183 миллионов тенге. Предприниматели входят на сайт GS1. Регистрируются и открывают свой личный кабинет. В этом личном кабинете он вбивает информацию о своем продукте. Ассоциация GS1 обеспечивает, чтобы вся эта система работала между странами. Нанесение маркировки на товар – это обычная мера. В развитых странах, объясняют эксперты, цель получения информации о продукте, как потребителями, так и регуляторными органами. И рано или поздно к этому новшеству наши производители бы пришли. Немалую роль в этом играют и правила, действующие внутри экономических союзов, в которых наша страна состоит. Так, например, Беларусь и Россия активно расширяют перечень товаров с обязательной маркировкой. Следовательно, их продукция беспрепятственно может продаваться в странах ЕАЭС. Выгодой для казахстанских компаний является то, что они могут свободно конкурировать, скажем, с другими аналогами, которые производят в другой стране, в связи с наличием такой вот маркировки. Например, возьмем любого потребителя, заграничного, и при этом, если этот потребитель видит два наличных товара, но если у одного из товаров отсутствует эта маркировка, то он возьмет тот, у которого есть маркировка, потому что он будет уверен в его происхождении, в его составе и в других моментах. По предварительным расчетам, маркировка товаров крупным компаниям обойдется от 10 до 60 миллионов тенге, суммы рассчитаны с условием внедрения специального оборудования в производственный процесс. Предприятиям с большим объемом выпускаемой продукции выгоднее будет иметь принтеры внутри объекта. Что касается тех, кто маркирует импортный товар, в большинстве случаев они обращаются в центры этикетирования. Производители этой продукции не понесут таковых затрат, так, например, по словам фирмы, которая делает эту цифровую маркировку, для маркировки шубы, которая стоит 500 тысяч или миллион тенге, будет затрачено не более 400 тенге. То есть на стоимость товара не влияет. Однако у экономистов по этому поводу иное мнение. Они считают, что после того, как маркировка станет обязательным требованием, сигареты и лекарства станут на порядок дороже. Товар с маркировкой, он будет стоить дороже, чем товар без маркировки. Понятно, что если мы имеем два товара, то спрос будет выше тот, который дешевле. Но если стоит вопрос о конкурентоспособности товара, что если мы хотим развивать качественный товар и качественную продукцию для более высокой добычной стоимости и для, скажем, для слоев населения, которые имеют больше покупательной способности, то необходимо этот товар маркировать. Почему же именно сейчас этот вопрос встал, что, в принципе, мы на протяжении предыдущих 20 лет независимости могли спокойно этот товар экспортировать? Этот момент связан с тем, что Казахстан является членом Евразийского экономического союза, а в рамках этой организации на протяжении последних двух-трех лет идет острое обсуждение необходимости законодательного требования производителям в странах членов союза маркировать свои товары. Малому и среднему бизнесу экономически выгоднее маркировать свой товар вне производственных цехов. Так, например, в этой компании, выпускающей фито-чаи на основе лекарственных растений, маркировку заказывают в типографии. Заказчик прописывает необходимые знаки, которые нужно нанести на упаковку. Все согласно имеющимся требованиям. Они объясняют покупателю, что товар выполнен из натурального сырья, завезенного из Европы, Австралии, Индонезии и других стран. Есть и другие характеристики продукции. В данный момент на линии производится фито-чай почечный. Здесь, как вы видите, в первую очередь указывается наименование продукции, громаж продукции, дата выпуска. И такие обязательные пункты, как стаканчик с вилкой, это означает, что упаковка сделана из нетоксичного сырья. Вот этот знак означает, что продукция оборотная, сделана из целлюлозы. Внизу маленькими буквами написано «ПАП-21». Это означает, что сделана для упаковки продукции из картона, твёрдого картона. ЕАЦ – это обязательный знак обращения продукции стран таможенного союза. Дальше идёт штрих-код и обязательно указывается состав продукции. Рекомендации к применению, способы приготовления и способы употребления. Если же компания решит самостоятельно маркировать выпускаемую продукцию, то ей необходимо обзавестись специальными принтерами. В Казахстан их завозят из Америки. Наносимый штрих-код – это огромный пласт информации о продукте, говорят специалисты. Узнать все сведения может каждый потребитель. Штрих-код был создан для того, чтобы распознать продукцию. Для удобства, для того, чтобы быстро перемещать продукцию. По штрих-коду можно узнать страну, производителю, фирму, производителю и некую информацию о самом продукте. Штрих-код состоит из 13 символов. Штрихи, пробелы и под ними цифры латинские. Первые три цифры означают регион или страну происхождения. Потом пять цифр следующие обозначают компанию, которой принадлежит этот штрих-код. Затем идут пять-шесть цифр, которые обозначают сам продукт, информацию по продукту. Последняя цифра – это проверочная цифра, то есть по ней можно определить, настоящий штрих-код или нет. Существует специальная формула, то есть любой человек может по этой формуле сам вычислить, действительно это штрих-код или нет. Также существует множество сайтов и приложений, на которых можно, просто забив этот штрих-код, проверить, настоящий он или нет. Или с обычного мобильного телефона при помощи камеры, то есть подносите камеру штрих-коду, и он определяет страну происхождения, что это за товар, и действительно этот штрих-код или нет. Ориентируясь на выросшие налоговые поступления от маркировки меховых изделий, можно наглядно увидеть положительный экономический эффект. Правда, насколько усилен контроль за выполнением обязательного требования. Говоря о тех же шубах, справедливо будет заметить, на рынках и базарах все чаще можно встретить изделия без маркировки и на порядок дешевле, чем аналоги, представленные в магазинах. Маркировка товаров – это то, что сегодня необходимо легальным участникам рынка, если говорить о видимом результате, то он растянут во времени. Вводимый пилотный проект продемонстрирует, насколько важно для конкурентоспособности наличие наклейки с полной информацией о продукте спустя примерно пять лет. На этот период по расчетам специалистов и придется популяризация маркировки.